Держись, братан. Порисуешь пейзаж мелками, если у тебя, знаешь, лицо такое... Вот когда ты рисуешь мелками пейзаж не за деньги, а просто так, для людей, для... для неба, то у тебя облагораживаются лицо, глаза, взгляд обоговорённый, всё, ты становишься... Вот посмотри на священников, да, у них взгляд такой... А-а-а... Когда ты рисуешь для неба, для... души, для сердца, для людей, то ты... твое лицо, само собой, облагораживается и становится как лицо священников, понимаешь? Как лицо... служителя неба. Понимаешь? Но это я очень сильно не вижу. А-а-а, давай, сейчас проиграть немножко... Ну, конечно, у меня, как ты видишь, не удовлетворённое лицо совсем, потому что я давно не рисую ничего, но когда я рисовал, нормально было. А это не критерий, вообще. Главное, помогать. И... Если делишь девушку с кем-то, то лучше отдай её тому мужику, потому что... в любом случае, ему хреново будет. Она... он надоест тебе... за три года я тебе точно буду надоест. Я могу тебе более подробно рассказать, что делать. ну, не надо ни в коем случае, там, дрираться, кого-то бить. Короче, это ошибка. Я сам совершал ошибки. Короче... просто забей её вообще. Нет, ну я тебе подробнее расскажу. Главное, сейчас я буду играть. И я буду играть. И я буду играть. И я буду играть. у тебя в Киеве... мы nowam. Давай начнём. Короче, чё? Чё, потевать силовую речь ещё попнуть? Ты крул, брок! Всё получится, брок! Всё получится, брок! Ты крул, брок! Ты! А я люблю тебя, моя детка! Ты, моя подписчица, я люблю тебя! I love you! I love you! I love you! Я люблю тебя! Бро! Подержи кулачок! Если ты бро, то держи кулачок! Я с тобой! На тебя кричит твоя жена, на тебя кричит твоя девушка, на тебя кричит мама или отец там. Короче, если чё, можешь приехать ко мне, и на тебя никто не будет кричать. Не мой отец, не моя мама. Ну, моя мама только на меня кричит. Короче, мы тебя спасём, брок! Вот, да. Всё, на тебя посмотрю. И рисуй мелками на тротуарах. Это дело, если у тебя во дворе отморозки, если ты будешь рисовать мелками на тротуарах, то отморозки, они, у них, у них, понимаешь, я образом тебя объясню. Когда ты видишь нечто новое, они... Небо даёт тебе искусство в сердце твоё, а ты в материальный мир воплощаешь это искусство. И отморозки, которые вырастут, уголовник, которые выросли в этой среде, которые не видели ничего, которые видели только родители пьяных, злобных, жестоких, насилие от родителей, которые видели, они увидят нечто прекрасное. Они сначала затопшили, помочь с ними, затопшили. Не важно, не обращай внимание, просто молча рисуй и преисполнить этой энергией. Постоянно проси. У меня я был преисполнен, но ты можешь попробовать постоянно просить, дай, ну, у Бога или у неба или что-что, дай мне силы про себя говорить, ну, свою, подумаю, с фразы, которые про просьбу, что инструменты твои руки, ты в твоё сердце, палитра, твои руки инструменты рисуешь, и говори себе, я великий художник, ну, про себя, и, ну, не всё время, а ты великий художник, как бы, являясь инструментом свыше. И рисуй просто от сердца, милками, растирай, ты посмотри на мои видео, я рисую, растирай, и эти отморозки постепенно станут добрыми людьми. Вот отвечаю, без этого они, кто сядет в тюрьму, кто кого убьёт. Вот, разве это хорошо, если кто-то из них кого-то убьёт, или из-за близких, или ещё что-то там. И нам же жить в этом обществе. Поэтому рисование, это больше, это нечто большее, чем просто рисование руками. Это изменяет мир вокруг, изменяет людей вокруг. Так что, JUST DOOM! JUST DOOM! Сделай это! Созидание! Присоединяйся к Александру Аленину! Александр Аленин, это мой best friend! Говорили. Понятно, потому что они станут художниками, станут художницами. Всё. Ой, прости, что пальцы не показываю. Короче, главное всё. Сейчас буду играть на гитаре. Спасибо. Спасибо.